Здравствуйте! Время новостей в Туле. С вами Илья Логинов. О самых важных событиях к этой минуте прямо сейчас. Три человека погибли на пожаре в тульской деревне Барсуки. Жилой дом, два сарая и автомобиль загорелись на улице Железнодорожной. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Огонь уничтожил дом, автомобиль и деревянный сарай. Я увидела, в пять часов они прошли в дупиле. А тут каждый день куток. Я этому своему участковому говорила, разгоняй куток. Разогнал, вот все сгорели. Напомню, только вчера смертельный пожар произошел в доме по гарнизонному проезду Тулы. Он унес жизни четверых детей. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследование находится на контроле прокурора и губернатора Тульской области. Внешне торговый оборот между Тульской областью и США превысил 320 миллионов долларов. Только за последние девять месяцев было привлечено около 100 миллиардов рублей инвестиций, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом стало известно на встрече председателя правительства региона Валерия Шерина с членами Американской торговой палаты. Организация представляет интересы порядка 500 компаний. Строительство полигона твердых коммунальных отходов в Туле начнется уже в декабре этого года. Работой займется региональный оператор Хартии. Первую очередь объекта планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале следующего года. Об этом стало известно на заседании правительства региона. Кроме того, в Узловском районе предусмотрено строительство комплекса по обработке, утилизацию и размещению отходов. Если мы с вами внимательно почитаем федеральный закон об отходах производства и потребления, то там есть приоритеты. И вот полигоны, это уже как бы, ну когда уже безвыходное какое-то положение, он занимает последнее место вот в этих приоритетах. Во всех своих выступлениях президент говорит о том, что полигонов не должно быть, мы должны с ними покончить. И что он лично занимается этим вопросом. С 20 декабря в Туле заработают елочные базары. Все они будут иметь единое цветовое и стилистическое оформление. Для удобства туляков на каждой площадке предусмотрено наличие мерной линейки и упаковочного материала. Елки и сосны будут привозиться из Калуги, Рязани и Перми. Площадки по продаже хвойных деревьев будут открыты во всех территориальных округах. Планируется, что базары проработают до 31 декабря. В воскресенье 25 ноября Тульский Арсенал приведет первый матч под руководством нового главного тренера. Им после ухода Олега Кононова стал Игорь Черевченко. Игра с Краснодаром станет для канониров гостевой. Краснодар – один из лидеров нынешнего сезона. Южане идут на втором месте. Хотя отмечу, что дома команда Мурада Мусаева играет нестабильно. Тульская область вошла в число пяти регионов, где сформированы научно-производственные роты. В области они появились по инициативе губернатора Алексея Дюмина. По задумке роты призваны сохранить высококвалифицированные кадры на оборонных предприятиях. С солдатами нового подразделения российской армии удалось пообщаться Софией Кирилловой. Утро в научно-производственной роте начинается, как и в обычных. Подъем, завтрак, построение. Вот только после этого военнослужащие едут на предприятия ОПК, где и исполняют свои воинские обязанности. Например, Никита Тужиков занимается усовершенствованием снарядов для боевых модулей. Научные роты считают весьма полезным новшеством. Человек не теряет навык работы по специальности за время прохождения военной службы. У многих военнослужащих, которые прошли службу в обычных войсках, у них главная проблема заключается в том, что они возвращаются и в любом случае за год что-то забывается. Ребятам из НПР это не грозит. Во время службы здесь они продолжают работу на своих прежних рабочих местах, только уже в качестве военнослужащих. В данное время под моим руководством ребята изучают как раз функционирование изделия, чтобы потом турифицированно рассчитать нагрузки, завести правильно применить и, соответственно, рассчитать прочностные и динамические характеристики отдельных частей, деталей, ну в том числе функционирование некоторых систем комплекса в целом. Первые НПР появились в России в 2016 году. Зимой этого года по инициативе губернатора Алексея Дюмина, которую поддержал президент России Владимир Путин, в Тульской области выделили квоту на формирование научно-производственной роты из 48 человек. После летнего призыва в первый Тульской НПР 20 военнослужащих. Большинство из них окончили Тульский государственный университет, прошли практику на предприятиях УПК и устроились работать по специальности. Мы отбираем лучших ребят, которых предлагаем в эту программу. Для нас это очень большое подспорье, потому что технику мы выпускаем высокотехнологичную. Для этого требуется очень квалифицированный персонал. Работают ребята по индивидуальному плану. Один день в неделю выделяют для боевой подготовки. В остальные дни трудятся в подразделениях сплава и КБП. Поскольку это впервые в практике, как и воинской части, так и нашей, был обязательно некий период становления, когда определялись регламенты, определялись порядок, начиная от порядка приезда и уезда. Сейчас этот период прошел, сейчас идет стандартная нормальная работа. В декабре научно-производственную роту ждет пополнение. Еще 20 новобранцев осенне-зимнего призыва. Ребята с честью выдержали отбор на предприятиях и сейчас проходят медкомиссию. София Кириллова, Игорь Щепотьев, Новости Тула. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. Узнавайте о самых главных событиях Тула и области вместе с нами.